Добрый день дорогие друзья с вами Алексей Нахтин и сейчас я бы хотел напомнить просто об одной простой вещи, что уже в течение ну как минимум двух-трех месяцев тема Украины является главенствующей в нашем информационном пространстве, имею ввиду в нашем вообще в огромном американском информационном пространстве и сегодня у нас будет гость и мы с ним поговорим как раз о том, что происходит в Украине. Добрый день Добрый день Вы знаете, иногда когда говоришь добрый день, говоришь это в общем-то чаще уже, знаете, так это машинально, но сегодня, когда мы говорим о том, что происходит в Украине, конечно же мне очень хочется, чтобы сегодняшний день в Украине был добрым. Иосиф Около 400 подписей было собрано и обращение с этими подписями ушло сегодня в офис канцлера Германии Олафа Шольца. Так что это гражданская инициатива, а не решение организации. Просто мы его опубликовали на своем сайте, когда она появилась неделю назад. Понятно, понятно. Да, да. Да, Иосиф. Это наиболее активная часть еврейской общины Украины и настроена проукраински. То есть это те евреи, которые были на Майдане, те евреи, которые были в добровольческих батальонах, которые пошли с Майдана на фронт, которые защищали Украину от российской агрессии в 2014 году и в последующие годы. Они высказались вот в этом обращении о том, что Украина стоит на пороге больших испытаний перед угрозами России и просили канцлера Германии пересмотреть точку зрения Германии об ограничении помощи Украине в это тяжелое время. И более что речь идет и больше о моральной поддержке, но также о поддержке оборонительным летальным оружием, чтобы хорошо защищаться от российской агрессии, если она будет расширяться и с Донбасса, и с Крыма, и с других мест, откуда Россия может расширить плацдарм на территории Украины. Иосиф, а вот что в этом плане происходит как раз внутри Украины? И в последнее время какие-то были контрастные месседжи, которые шли, допустим, из Белого дома и шли с Банковой, когда, допустим, американский президент говорил о том, что вот-вот может начаться агрессия и принимаются какие-то меры, чтобы ее предупредить. А президент Украины говорил о том, что не надо волноваться, ничего особенно не происходит, и что, по данным разведки Украины, никакой агрессии в ближайшее время не будет. И в то же время Украина в лице своих представителей просит и более сложные системы вооружения, просит денег. Вот об этом, кстати, говорил президент Зеленский во время своей большой пресс-конференции. Нет ли здесь, с вашей точки зрения, какого-то противоречия? Противоречия, несомненно, есть. Но надо отнести его, я думаю, прежде всего, насчет того, что Владимир Зеленский, несомненно, является президентом Украины, очень неопытный политик. Есть определенные дипломатические международные правила поведения руководителей государств. Если Великобритания, Польша, других стран, которые хорошо относятся к Украине, выступают и говорят, что угроза есть, опытный президент Украины не мешал бы им создавать определенную коалицию по защите Украины против агрессивной России. А Зеленский, как неопытный политик, он говорит то, что ему первое приходит в голову. Он не видит этой опасности, ну так не видишь, помолчи лучше. Нет, он об этом говорит, но на самом деле опасность ощущается. Другой дело, никто не может сказать, что в голове у Путина включит он эту агрессию дальше. Ведь война, на самом деле, идет уже 8 лет. И на это нельзя закрывать глаза. И расширять войну легче, чем начинать ее с самого начала. А сейчас речь идет именно о расширении волны, а не о начале какого-то наступления, которого не было раньше. Мы уже это терпим 8 лет почти. И американский президент правду, он сказал, ну если у вас как бы нечего бояться, зачем же вы просите оружие, помощь, если как бы у вас нет никакой опасности. Опасность есть, но оценивать ее должны эксперты, специалисты в военном деле, которые понимают, что на самом деле происходит на границе Украины с Россией, с Белоруссией, с Крымом и с Приднестровьем. Потому что на самом деле Украина практически окружена, только на западной границе только нет российских войск. На лицо, человек с опытом каким-то жизненным тоже могу сказать. Вот я не ощущаю непосредственной опасности. Но это не важно, потому что я не являюсь каким-то публичным политиком, который может конкурировать с американским президентом или с руководителем Великобритании и других стран. А Зеленский, просто я говорю, он неопытный политик, поэтому он говорит то, что на самом деле не следует говорить президенту страны, которая стоит на пороге, возможно, войны. Иосиф, в плане настроения, общественного мнения, вот то, что вы чувствуете, как настроены люди в Киеве, есть ли ощущение этой опасности? Или все-таки большая часть украинского общества солидарна с Зеленским, что вообще надо преувеличивать ничего особенного, вся информация о том, что, может быть, это агрессия новая или продолжение этой войны, это исходит из западных средств массовой информации. А мы вот здесь, в Украине, этого не видим. Вот как вы ощущаете, что ощущают люди на улицах Киева? Алекс, смотрите, не во всех вопросах можно полагаться на мнение большинства. Я уже сказал об этом, что в ситуации, как сейчас, важны оценки экспертов именно в военной области, потому что приготовления к войне связаны с определенными параметрами подготовки. И там присутствует целый набор действий, причем мощных действий, в которых участвуют целые рода войск, десятки, сотни тысяч людей. И военные эксперты под данным разведки могут судить о том, насколько близка или насколько горяча эта точка. Простные люди не могут об этом судить. Они слушают то, что говорят из телевизора. Из телевизора, они основные говорят то, что говорит президент. И не могут оценить... ...существующую опасность. Я бы тоже не хотел ее преувеличивать, но еще меньше миль я хотел бы ее преувеличать, эта опасность. И поэтому украинцы относятся довольно спокойно, потому что Украина никогда не жила хорошо. Украина уже 8 лет живет в состоянии войны. И поэтому особенно никаких больших страхов я не ощущаю в обществе. Я, возможно, больше других пытаюсь об этом думать, наблюдать и переживать. Прежде всего тем, что уже и так происходит в смысле военно. Тем, что есть перманентный экономический кризис, тем, что есть проблемы большие с эпидемией ковид, поскольку, как мы уже с вами говорили, украинская власть очень непрофессионально готовится к очередным волнам. Вот сейчас началась очередная волна, и украинская власть опять к ней не готова. И это очень генерализует людей, все эти несчастья. И на этом фоне, возможно, опасения войны выглядят не так ярко, как это бы могло быть. Но в отличие от украинцев, жители Европы, даже Америки, Канады и других стран, они более чувствительны к вопросу войны и мира, чем сами украинцы. И это потому, что они помнят другие войны, они знают о них больше, может быть, чем украинцы. И они, как бы, тревожатся все-таки не зря. Я еще, даже, я не стал полагаться на мнение большинства. Надо слушать экспертов. Понятно. Хорошо. Хорошо. Давайте поговорим немножко о другом, посмотрим эту проблему с другой стороны. На прошлой неделе состоялась встреча Парижа политических советников тех стран, которые участвуют, так называемые, на романском формате. Украинскую сторону представлял советник или глава Офиса Президента Андрей Ермак. И российскую сторону представлял Козак, такую полномоченной Владимира Путина. И по возвращении из Парижа опять мы услышали слова о том, что надо возвращаться к нормандскому формату, к Минским соглашениям и так далее. И, собственно говоря, идея Минских соглашений, она витает в воздухе постоянно. Когда говорят о том, что можно дипломатически разрешить тот конфликт, который существует между Украиной и Россией, всегда имеется в виду, что путь или метод разрешения этого конфликта – это Минские соглашения. И идея или тема Минских соглашений, она же не застывшая, она эволюционирует. Как сейчас, с Вашей точки зрения, выглядит вот эта тема возвращения к Минским соглашениям? Можно ли сейчас что-либо достичь, используя Минские соглашения, как некий инструмент дипломатии? Как Вам видится эта проблема? Я не думаю, что Минские соглашения являются ключом к миру между Украиной и Россией. Дело в том, что Минские соглашения, о которых мало вообще кто знает, кроме тех, кто ими занимается, они предполагают Минские соглашения таким образом, когда они были подписаны осенью 2014 года и потом еще ранней весной 2015 года дважды подписывались. Они были подписывались, во-первых, после двух мощных наступлений российской армии в районе Иловайска, Котел и в районе Дебайцево зимой. И Украину как бы вынудили подписать эти соглашения военной силой. Об этом почему-то забывают. С точки зрения международного права, любое соглашение, подписанное под угрозой военной силы или под прямым действием военной силы, являются юридически никчемными. Они не имеют ценности юридической, поскольку они были подписаны вынужденно, когда шла война, была очень острая фаза войны. И хотя август 2014 отличался от января-февраля 2015 года, поскольку гораздо более достойно выглядел украинский ответ на наступление под Дебайцево российской армии, все равно считать их эти соглашения, которые могут быть основой к миру, я думаю, что это неправильно. В том, что они предполагают совершенно ошибочную конструкцию. Вначале проводятся выборы на Донбассе, и только потом вывод всех вооруженных формирований, включая российские, естественно, с территории Украины. Здравый смысл подсказывает нам, что должно быть наоборот. Сначала выводятся все военные части, незаконные военные формирования с Донбасса, для того, чтобы голосование на выборах не было под дулами автоматов, как это было в феврале 2014 года в Крыму, когда в Верховной Раде, Крыма, в парламенте Крыма люди с автоматами стояли над депутатами парламента, когда те голосовали за независимость Крыма от Украины. Вот так говорит здравый смысл. Поэтому Минские соглашения являются просто единственным документом, который хоть что-то говорит о ситуации между воюющими сторонами. Но России удалось выскользнуть из этого формата, и она старается быть посредником в этом конфликте с точки зрения Минского формата, а не участником. На самом деле Россия участник этой войны, причем агрессор, который напал на Украину, который сначала захватил и аннексировал Крым, а потом захватил часть Донбасса. Почему это устраивает Россию, такие Минские соглашения? Именно потому, что по ним она не выглядит агрессором, хотя известно все у него, что именно Россия является агрессором. Что касается нормандского формата, он более приемлем для установления мира, хотя я думаю, что и он малоперспективен, поскольку все, подчеркиваю, все ключи от мира, по моему глубокому убеждению, находится только у Путина в руках. Не в Париже, не в Лондоне, не в Берлине, и тем более не в Киеве. Только у Путина в руках. Вот как захочет, так и будет. А он не захочет. Это мы видим и по Приднестрову, где находится контингент российской армии, и по Грузии, где в Абхазии и в Южной Осетии находится контингент российской армии. По любому месту, куда залезла Россия, вот сейчас она залезла уже в кровах из-за войны Азербайджана и Армении. И так далее. Путина устраивает такое положение, как когда-то Троцкого. Ни войны, ни мира. Вяло текущая война. И гибридная война вокруг этих вроде бы неактивных военных действий Россия, она не устраивает. А то, что устраивает Россия, заведомо не может устраивать ни Украину, ни те страны, которые себя ощущают союзниками Украины. Вот такое мое мнение. Я думаю, что нужна широкая коалиция международная противодействия российской агрессии. Чем более широкая будет эта коалиция, чем мощнее она будет, и чем сильнее будет сама Украина, чем больше она будет не болтать, а готовиться к возможной агрессии и к обороне от нападения, тем лучше будет для этого мира. У ШНР дипломатическим путем, конечно же, все об этом говорят, и все желают именно дипломатическим путем. Но считается только силой. Россия считается только силой. Если ей будет противостоять сила в виде объединенной вот этой коалиции западных стран и Украина как вот этот субъект этого права, то, конечно же, тогда шансы на мир дипломатическим путем намного больше, чем если будет противоречие, будет разъединенность, будет нарушение этой коалиции, кто-то будет за, кто-то будет против и так далее. Вот это мое мнение. Иосиф, спасибо. У нас немножко времени, поэтому я могу задать вопрос, наверное, сейчас, а уже будем разбираться чуть позже, после нашего перерыва. Как вы думаете, Иосиф, вот эта ситуация, ситуация и в отношении российской агрессии, которая выглядела до последнего времени, ну, такой велотекущей, Крым, Донбасс, да, вот что могло произойти, чтобы та ситуация, которая выглядела практически замороженной, в такой термине замороженный конфликт, вдруг приобрела совершенно другой масштаб, вдруг появилась совершенно новая интенсивность, а вдруг появился этот так называемый ультиматум Путина, российские войска на украинских границах, и резко запахло порохом. Казалось бы, никаких внешних причин для того, чтобы так обострилась ситуация, не было. Никто не говорил о том, что Украину вот-вот сейчас примут в НАТО, да, допустим, была бы какая-то дата, там, 1 февраля, и вот поэтому такая торопливость российской стороны. или никогда не говорили о том, что на территории Украины будут разворачиваться какие-то ракетные комплексы американские или ракетные комплексы НАТО, об этом никогда речи не было. Опять-таки, тоже вроде бы никаких внешних причин для того, чтобы возникла такая напряженность, которая сейчас действительно существует, никаких внешних причин вроде бы не было. И я об этом, как и, наверное, все задумываюсь уже в течение последнего времени, я никаких этих причин не нахожу. Ни в поведении Украины, ни в поведении Запада ничего не происходило, все оставалось ровно так, как было. И тем не менее, произошло то, что произошло, резкий всплеск напряженности в отношении между Россией и Украиной, между Россией и всем Западом. И давайте тогда мы вместе во второй части программы поразмышляем, что могло инициировать такое какое-то новое поведение России, что могло подтолкнуть Владимира Путина и его окружение к тому, чтобы резко изменить свои подходы к этой проблеме. Почему они сейчас рассчитывают на язык пушек и почему они считали, что это может привести их к успеху? В чем заключался бы их успех? Вот такой у меня вопрос. Довольно большой, Иосиф, но меня, наверное, как и многих наших радиослушателей, это волнует. Это действительно, не ответив на этот вопрос, тогда вообще не понимаешь, что можно сделать в этой ситуации. Дорогие друзья, напомню, что у нас сегодня в гостях Иосиф Зисель, председатель украинских и еврейских организаций, ВААД. А сейчас мы ухом на наш перерыв и встретимся уже после перерыва. Оставайтесь с нами. Спасибо. Спасибо.